Самый дорогой проект Кремля и по совместительству главная игрушка Путина сломалась. Многострадальный Крымский мост через каких-то 9 месяцев с октября 2022-го после взрыва на нем грузовика вновь подвергся атаке. Что же стало причиной очередной бавовны на Крымском мосту? Кто стоит за блестящей операцией по ликвидации транспортной артерии Крыма и как удалось ее провернуть? Спойлер, такого в мире еще никогда не было. Эта неделя без преувеличения началась со взрывных новостей. По данным крымских пабликов, в ночь на понедельник в районе 4 утра местные услышали, как любят говорить за поребриком, два мощных хлопка. Вскоре на публике появился знатно побледневший Сергей Аксенов. Коллаборант с КОПа доложил о якобы чрезвычайной ситуации в районе какой-то 145-й опоры Крымского моста и спешно заверил, что все под контролем. В результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту. Причины выясняются. А вот как эта ситуация выглядит на самом деле. Целый пролет Крымского моста в сторону Тамани разрушен. Еще один в направлении Керчи сильно просел и больше не проездной. Официально ответственность за подрыв Крымского моста на себя никто не взял. Однако большинство военных экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что руководили операцией украинские спецслужбы. А поразить цель с такой филигранностью им помогли надводные дроны. Это очередная уникальная операция СБУ, которую служба безопасности провела совместно с военно-морскими силами Украины. Операция, ну я бы сказал, наверное, высочайшей сложности. До этой войны в таком интенсивном режиме дроны и роботы не использовались на поле боя. Сейчас то, что мы видим перед собой, это картина, которая меняет мир. Надводные дроны. До начала полномасштабной войны они считались чем-то из области фантастики. Наряду с боевыми дельфинами и прочими абсурдными сверхсекретными проектами на них мало кто обращал внимание. Да и выглядели последние, как увеличенные игрушечные лодки на радиоуправлении. Устрашить таким противника было проблематично. Ну, по крайней мере, пока за дело не взялись украинцы. Когда мы говорим о создании подобных подразделений, флотов, структурных единиц, то мы четко понимаем, что это, в принципе, своеобразная армия будущего. Это тот элемент, который позволит сохранять человеческие жизни, который позволит работать более эффективно, который позволит взаимодействовать максимально эффективно между разными подразделениями и выполнять самые просто невозможные задачи. Весной 2022-го это казалось фантастикой, но в октябре стало явью. Нашим инженерам в кратчайшие сроки удалось не только спроектировать, но и собрать, испытать, а вскоре и успешно опробовать отечественное детище в первой в мире морской операции, осуществленной исключительно беспилотными аппаратами. Что мы видим сейчас, это трансформация. Трансформация подхода введения военного дела в будущее. И видя, как все это происходит в воздухе, на воде, мы четко понимаем, что это получается. И у Украины есть все возможности доказать человечеству, что подобный инструментарий уже можно применять против оккупантов. В 4.20 утра 29 октября 9 беспилотников и 7 надводных дронов добрались до кораблей Черноморского флота в бухте Севастополя. Тогда повреждения получили по меньшей мере три корабля. Флагман РФ «Адмирал Макаров», морской тральщик и еще одно неидентифицированное судно. Эта атака стала полной неожиданностью для оккупантов. Надводные дроны обстреливали с кораблей и вертолетов. Беспилотники пытались сбить ПВО, но без толку. В тот момент Россия окончательно потеряла бесспорное преимущество на воде. Уже через несколько дней президент Украины официально заявляет о создании у нас первого в мире флота морских дронов. Будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это нужно. Уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей стране. Как это работает, все уже видели. Понятно, что новейший надводный дрон – уникальная и засекреченная украинская технология. Однако некоторая информация о нем все же имеется. Ориентировочная стоимость одного аппарата – около 10 миллионов гривен. В эту цену входит дрон, оснащенный системами автопилота, ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских рэп, а также резервным модулем связи и управления. Они имеют постоянную связь с оператором. Я так понимаю, это в первую очередь спутниковая связь. Они могут управляться в режиме реального времени или в достаточно быстром режиме. Известно и о основных характеристиках уникальных морских дронов. Один из таких разведывательный незадолго до атаки на Севастополь вынесло на берег Круглой бухты в нескольких километрах от оккупированного города. Украинский морской дрон представляет собой закрытую лодку длиной более 5 метров в корпусе из углепластика, имеет водометный двигатель от гидроцикла, оснащен системой камер и спутниковой антенной, развивает приличную скорость и может перевозить при этом до 65 килограмм взрывчатки, приводимых в действие детонатором от советской авиабомбы ФАБ. Конструкция аппарата полностью заточена под скорость, а компактность по сравнению с западными аналогами призвана сделать дрон малозаметным для радаров. Наличие подобной робототехники сводит на нет вообще необходимость иметь огромный флот боевых, больших кораблей. Они уязвимы, они податливы под новый тип вооружений, который в мире просто появляется и эпицентром этих изменений является Украина. Иной более-менее достоверной информации о новосозданном украинском морском флоте нет. Ну и без нее по результатам уходящей недели можно судить, какой огромный прорыв сделала наша армия в этом направлении. В отличие от трусливого российского флота, любимая крымская игрушка Путина, по крайней мере на словах, защищена была куда сильнее, а подобраться к мосту казалось почти невозможным. По сути, на этот объект работала вся страна. Еще до первой атаки по Крымскому мосту российская пропаганда убеждала доверчивых зрителей, что переправа нерушима и к ней никак не подобраться. В режиме 24 на 7. Все пространство вокруг сканировалось знаменитой РЛС «Воронеж». С космоса мониторилось спутниками, а на воде прикрывалось противодиверсионными катерами. После же громкой бавовны в конце прошлого года Путин спешно приказал усилить охрану, дорогой его сердцу переправы. Картонные генералы РФ раз за разом рапортовали то о патрулировании территорий Су-30, то о размещении на территории полуострова дополнительных РЛС и ЗРК подвозили в район Тамани новые и новые береговые ракетные комплексы и то и вовсе подымали в воздух противолодочные самолеты-разведчики Ил-38. Зеркала ставили расисты, и уголковые отражатели ставили, и дымы пускали там белые, черные. И там, ну я не знаю, там говорят даже некоторые паблики российские пишут, что вплоть до того, что чуть ли не водолазы дежурят возле каждой опоры, чтобы даже рыба или там какая-нибудь с миной не подплыла к этой опоры. Но для украинских надводных дронов эта преграда, похоже, оказалась плевой. Это такая очень серьезная пощечина в целом по системе безопасности Российской Федерации на объектах, которые она охраняет, на оккупированных территориях и на своей. Там ситуация еще хуже, потому что они себя там чувствуют в большей безопасности. Это пощечина. Пощечина ФСБ, приграничной службе России и так далее, и так далее. По неподтвержденным данным, в этой операции могло принимать участие 4 подобных дрона. Их заметили на спутниковых снимках. Не исключено, что часть из них использовалась для разведки и прикрытия, и после успешного выполнения задания вернулась на базу дислокации. А теперь лишь представьте, что могут разом сделать несколько десятков, а то и сотен таких беспилотников. Подобный флот и возможности оборудования, которые автономно управляются на сотни километров от точки запуска, которые могут находиться неделями, если не месяцами в море, он на самом деле обезопасит всю территорию Черного моря. Он может в корне изменить вообще всю геополитическую ситуацию в мире. Сейчас мы видим, что даже действия врага и оккупантов, они изменились, они боятся, они понимают, что они беззащитны против абсолютно нового оборудования. И это далеко не все, от чего дрожат на поле боя оккупанты. Поверьте, у ВСУ в запасе еще достаточно сюрпризов, которые могут ошарашить врага. Про новейшее оружие, поставляемое на фронт украинской армии и про результаты его применения мы расскажем в следующем выпуске. Так что ставьте лайки этому видео и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии Арсенала. Субтитры создавал DimaTorzok